Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью». И сегодня речь пойдет про брокколи. И действительно, это чудо растения. Это и защита от рака, и от свободных радикалов, и не только. Так что же в ней такого уникального? В чем польза? Как правильно ее есть, готовить? И почему важно есть проростки и микрозелень брокколи? Ну и как правильно проращивать семена брокколи? Слушайте внимательно, я коротко дам вам сейчас уникальную информацию. Раскрою все сакральные механизмы буквально за несколько минут. Итак, начинаю. Помимо активного хлорофила, многих витаминов, минералов и других нутриентов, в брокколи есть уникальное вещество – сульфорофан. Открыто оно было в 1992 году, и уже на данный момент существует более 3000 научных статей по действию этого вещества. Польза брокколи научно доказана, и она огромна. Это и детоксикация печени, немощный антиоксидант, который устраняет свободные радикалы. Сульфорофан активирует сигнальную систему организма, которая противостоит окислительному стрессу. То есть веществам, которые повреждают здоровые клетки нашего организма. Сульфорофан делает здоровыми кровеносные сосуды, суставы, уменьшает вероятность ожирения, сахарного диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. А также предотвращает нейродегенеративные заболевания и даже предотвращает аутизм. Сейчас сульфорофан один из самых изучаемых нутриентов современности. Есть он во многих крестоцветных. Это редис, дайкон, горчица, разные виды капуст и цветная, и бруссельская. Но не везде его так много, как в брокколи. И еще также важно понимать, что при варке брокколи сульфорофан не образуется. Потому что его предшественник, протовещество, не активируется. И вот почему и как. В сырой брокколи есть вещество глюкорофанин. И это как раз предшественник сульфорофана. И в окуолях с клеточным соком брокколи, как и в других крестоцветных, содержится фермент мерозиназа, который выходит и смешивается с глюкорофанином. При разжевывании, перемалывании, перетирании и пережевывании капусты. Чем мельче измельчается капуста, тем она дает больше сока, тем больше и активнее работают ферменты, и тем больше образуются вещества сульфорофана. Вот почему и не только в этом случае важно любую пищу долго жевать, понимаете? И не только поэтому, а и по причине обработки нашими родными ферментами организма, которые он сам продуцирует. Например, таким ферментом, как птиолин, это слюная мелаза. Я подробно об этом рассказывал в лекции по пищеварительной системе. Так как же быть? Ну, конечно, в идеале есть брокколи сырой. А кто не хочет или не может по определенным причинам, например, проблемам с поджелудочной железой, есть сырую брокколи, как же быть таким людям? Как получить бесценный сульфорофан? Возможно ли это вообще? Да, в данном случае можно. Можно как бы обхитрить порядок процессов природы установленных. И тут есть два варианта. Первый, если вы хотите готовить из сырого, свежего брокколи. А второй, если вы купили замороженный брокколи. Если брокколи свежий, то его надо порезать и подождать около часа. Тогда успеет синтезироваться достаточное количество сульфорофана. А он, сульфорофан, уже сам по себе устойчив к нагреву дальнейшему. То есть он термофильное вещество. И потому, чтобы получить его в большем количестве, до варки на пару, что лучше всего и хуже при варке супа, разрежьте брокколи помельче и подождите хотя бы 40-50 минут до помещения в проварку, ну или кастрюлю. Но вы уже поняли хитрость, я надеюсь, что при нарезании и времени, нужно подождать реакцию, фермент мерозиназа успевает видоизменить вещество глюкорофанин и превратить его в активное вещество сульфорофан. Ну вот тогда и варите. А не нарезал и сразу в кастрюлю. Нарезал? Подожди. Еще раз, дорогие друзья, ферменты не держат высокие температуры. Многие из них разрушаются при 40-50-60 градусах. И потому сначала надо нарезать, фермент свой отработал, образовался сульфорофан, и вот тогда уже варите. Ну а лучше брокколи есть сырым, как это делаю я, например. То есть при добавлении в салат, если вы используете блендер еще лучше, вы же измельчите до наночастичек, ферментов будет максимум, быстрота и качество преобразования, и синтеза вещества сульфорофана будет высокая. И тогда можно делать, например, крем-суп. Тем более и долго термически обрабатывать его тогда не нужно. Он и так жидкий. Второй вариант. Если у вас замороженная капуста брокколи, сульфорофана в ней практически не будет после разморозки и разрезания, потому что промышленно заготовленную из замороженной брокколи до заморозки термически обрабатывают. Она проходит стадию бланширования, и такая предварительно обработанная капуста после разморозки уже не имеет ферменты для необходимого синтеза сульфорофана. То есть ферменты в ней промышленно и намеренно деактивированы бланшированием для продления срока годности и хранения. После разморозки в такой брокколи, в отличие от домашней заморозки без предварительной варки, ферментов нет и сульфорофан не будет синтезирован. Как вы её не измельчаете и сколько не ждите. Но, внимание, вещество глюкорофанин в ней ещё остаётся. И потому есть хитрость, когда можно синтезировать сульфорофан. А как же это можно сделать? Да просто добавьте фермент мирозеназу из других крестоцветных. И тут самый лучший вариант это добавить измельчённые листья горчицы. Ну, листовой измельчённой горчицы. Или порошка молотой горчицы семени. Можно взять одну четверть чайной ложки на 150-200 грамм брокколи. А можно добавить вместо горчицы тёртый хрен. Тогда фермент, содержащийся в порошке горчицы, и тем более в листьях горчицы, активируют глюкорофанин. И тогда синтезируется вещество сульфорофан. Но опять же надо подождать и только тогда уже варить или тушить. Ну, или есть так в составе того же салата. Добавить размороженные брокколи, активированные, ферментированные, уже в салат. И тогда получается, что вы уже едите как будто сырую по эффекту получения организмом сульфорофана брокколи. Но помните, дорогие товарищи, что вообще-то при варке разрушаются очень многие витамины. Например, полностью такие витамины, как витамин С. И минералы переходят в неусвояемую организмом форму. Поэтому лучше есть брокколи сырой, добавляя салаты. Ну, как вообще любую зелень, овощи, все крестоцветные. Вообще их стоит есть сырыми, живыми, как они в природе есть. С полным биологически ценным составом. Или можно компенсировать отчасти потребление варёной пищи, проращивая семена брокколи. Это просто кладезь и витаминов, и минералов с очень высоким содержанием сульфорофана и других биологически активных веществ. Помните, что сульфорофана в проростках брокколи содержится в 20 и более раз больше, чем в брокколи плодах. А сколько вообще брокколи есть в сутки? Достаточно 150-200 грамм активированной брокколи. Или сырой. Очень полезно брокколи и с куркумой, и с чёрным перцем. Это как катализаторы, просто идёт усиленное воздействие в плане антиоксидантной антираковой защиты. Научно доказано, что ростки брокколи замедляют рост, например, рак простаты, молочной железы. Идёт мощная детоксикация и регенерация клеток печени. Кстати, ростки брокколи содержат большое количество важнейшей аминокислоты трептофана. И опять-таки трептофан не нужно тогда применять в виде препаратов в составе биодобавок. А теперь как проращивать правильно. И какие тут есть два варианта. Вообще у меня есть мини-инфопродукт на эту тему, давно уже сделан. Как проращивать, чтобы не подцепить инфекции и так далее. Но я вам сейчас расскажу о двух вариантах. Первый, как проращивать пяти-шестидневные проростки в банках. И второй, как получать правильно микрозелень. Первый вариант. Нужно просто замочить семена на несколько часов, промыть, обработать небольшим раствором марганцовки, поместить в банки с марлей на горловине, завязав верёвочкой или резинкой, растрясти по банке и положить банки плашмя в светлое место. Будет как бы мини-парник. Ну или можно использовать профессиональные или любые домашние бытовые проращиватели. Обрабатывать слабым раствором марганцовки желательно один-два раза в день. В банке должна быть влажная среда. Ну и таким образом проращивать до пятого-шестого дня прорастания семян. Тогда содержание многих веществ, в том числе витаминов, будет максимальным. Например, витамина С будет в 20 раз больше, чем в спящем семени. А витамин С это не только мощнейшая антиоксидантная защита, но и очень важный витамин для качественной, красивой, здоровой молодой кожи. И опять же в виде таблеток он будет не нужен. Много в проростках брокколи витамина А, а он важен не только для зрения, но и для кожи тоже. Так можно иметь всего, скажем, 5-6 литровых баночек и будет как бы мини-конвейер на кухне. Все очень просто. Ну а потреблять такие проростки можно по 30-60 граммов в день. Только помните, что их нужно хорошо разжевывать до жидкого состояния и только тогда проглатывать. Тогда эффективность будет во много раз выше. Второй вариант. Если вы хотите проращивать микрозелень, тогда берете просто круглую стеклянную посудину, миску. И по размеру чуть меньше миски берете ситечко. Закругленное дно сита надо выпрямить до плоскости. В него сверху засыпать промытые семена, примерно 5-7 грамм. Долить воду до низа сита, ну чуть-чуть выше, чтобы семена немного касались воды, но не затапливались в ней. Менять воду нужно 1-2 раза в день. Лучше заливать воду, настойную на шунгите. Тогда и менять воду можно реже, и питательные вещества, и уникальные свойства шунгита будут переданы росткам. Они будут забирать через корневую систему все важные компоненты в тело самого ростка. Ну а как корешки начнут расти, уровень воды держите по уровень сита, не выше. Подсветка при этом нужна. Или светлое окно. Нужно дождаться высоты ростков 6-8 сантиметров, а это примерно 9-11 день от замачивания. И можно срезать и есть до 50-100 граммов в день. Тогда и лектинов не будет, так как корешки и остаток семени не будет съедаться, а в вершках их нет. И еще раз, срезали микрозелень. Подождите 20-30 минут, а только потом ешьте, и долго жуйте все равно. Ну или в сборный салат добавьте, и тоже в любом случае хорошенько пережевывайте любую пищу. Ну а купить качественные и необработанные химии семена брокколи вы можете на нашем сайте, так как мы их и сами используем, и будем использовать в пищу. Поэтому будьте уверены в их качестве, как впрочем и во всех моих продуктах и товарах. Прочтите, я очень рекомендую раздел на нашем сайте nadgard.ru, раздел отзывы. Некоторые наши покупатели туда пишут свои отзывы. И еще, ешьте обязательно краснокочанную капусту и красный лук. Но об этом, зачем и почему, я расскажу уже в другом видео. Ну а на этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Ну и помогайте мне распространять вот эти мои лекции по здоровью среди своих знакомых, друзей, близких. Перезаливайте на YouTube-каналы, если они у вас есть к себе. Рекомендуйте к просмотру. Этим мы сделаем жизнь людей вокруг нас лучше. По крайней мере, дадим людям на это шанс. А это уже большое дело. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал и нажмите обязательно на колокольчик рядом. Тогда вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео и уже не пропустите интересное для вас видео. Всего хорошего. До новых встреч.